Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. По данному управления Роспотребнадзора, текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике характеризуется 30 новыми случаями зарегистрированной коронавирусной инфекции. В городе Якутске 13 случаев, по два случая в Алданском, Тампонском и Салданском районах, по одному случаю в Хангаласском, Чуропчинском, Татинском, Нюрбинском и Мегино-Кангаласке. За сутки учреждениями здравоохранения и лабораториями Роспотребнадзора проведено 1626 исследований. Всего с начала пандемии обработано 1,27,748 тестов. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, на настоящий момент в Республике идет массовая вакцинация двумя видами вакцин. Вакцина «Спутник» и векторовской вакциной «Опиваккорона». Всего у нас поступило 110 812 доз вакцины. Использовано на настоящий момент 76,4%. На настоящий момент первую дозу вакцины в Республике получило 84 010 человек. За сутки провакцинировано 4 192. Необходимо обратить внимание, что приоритетом для учреждений здравоохранения является вакцинация граждан пожилого возраста. На настоящий момент 19 418 граждан старше 60 лет получили первую вакцину. И данные граждане, соответственно, уже более являются защищенными как с точки зрения непосредственно в последующем возможного заражения, так и с точки зрения тех действий, которые они могут совершать относительно ограничений, установленных указом главы Республики Саха-Якутия. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, на настоящий момент во всех учреждениях здравоохранения Республики есть соответствующая вакцина в связи с чем запись на вакцинирование продолжается как и в поликлинике по месту жительства, так и через систему госуслуги. Еще раз обращаем ваше внимание, что действующий стационар, действующее инфекционное отделение Якутской Республиканской клинической больницы также продолжает работать в режиме повышенной готовности. На настоящий момент работают два корпуса. Сами, а сам пульмонологический корпус на территории областной больницы и дополнительно взятый корпус на улице Губина. И необходимо обратить внимание, что количество людей, которые оказываются на больничных койках, у нас на настоящий момент увеличивается. Кроме того, достаточно большое количество сегодня появляется семейных очагов. Поэтому все ограничения, которые установлены, есть соответствующие требования, установленные указом главы Республики Саха-Якутия, необходимо соблюдать. А прежде всего нужно заботиться о собственном здоровье и о здоровье тех, кто находится рядом с вами. И пригласить своих лиц, которые являются вашими старшими братьями и сестрами, бабушками и дедушками, на вакцинацию.